МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Степанович, завершение очередного года традиционно связано с подведением итоговой работы и определением планов на будущий год. Давайте вместе подведем итог знаковых событий и для региона, и для Бреста, что удалось реализовать. Ведь несмотря на то, что 2016 год был непростым годом и для Белоруссии, и для Бреста, в частности, тем не менее результаты, которые есть сегодня и которые прогнозируются по окончанию года, весьма неплохие. Мне, вот лично мне, так кажется, что модель поведения сидеть, верить, что все произойдет само, по себе, в кризисной ситуации это не про Брестскую команду управленцев. С каким настроением встречает Брест в 2017 год? Знаете, Лариса Владимировна, отвечая на Ваш вопрос, я вижу здесь несколько столяющих. Ну, первое, конечно, как быстро прошел этот год. Кажется, совсем недавно мы обсуждали итоги 2015 года, и вот уже прошел год, и мы опять же в похожем формате встречаемся перед камерой. Весе с тем, сколько много удалось сделать за этот год. Ведь, на самом деле, этот 2016 год, как ни парадоксально, для города Бреста был удачным годом. Здесь слагаемых вот этого успеха очень много. И все-таки, наверное, самое главное – это хорошая, устойчивая динамика промышленного развития города Бреста, учитывая структуру промышленного производства нашего города. Тот факт, что половина всей промышленности, даже больше половины, это наша перерабатывающая промышленность, это продовольствие, то, что востребовано всегда и везде, оно очень благоприятно сказалось на экономике нашего города. Такие наши предприятия, как Савушкин продукт, как Санта, как наш Брестский мясокомбинат, они обеспечивали положительную динамику. Поэтому мы заканчиваем год хорошими цифрами. Они, наверное, не очень интересны, собственно, телезрителям. Совершенно верно, да. Экспорт, то есть то, что мы продаем, мы увеличили, увеличили на 5% практически, то есть 105% рост экспорта. Это очень хороший показатель. Более того, данный показатель не коррелирует в целом с общереспубликанскими показателями. Давайте признаем этот момент. Поэтому Брест на плаву. Мы увеличиваем экспорт услуг. Это тоже очень здорово. И есть такой чисто чиновничий показатель, он, наверное, ничего не говорит простым горожанам. Индекс физического объема, ИФО. То есть он показывает абсолютные цифры роста по определенным маркерам товарным. Так вот, по этим маркерам мы тоже выросли. И выросли очень существенно. Поэтому данная работа промышленности и позволила нам говорить о том, что у нас хороший бюджет, хороший бюджет, у нас хорошие показатели. И, в принципе, 2016 год, я повторюсь, для города Бреста удачный год. Как следствие, это поступление в городской бюджет, как следствие, это возможности городской власти и конкретные проекты, которые уже реализованы в этом году. Я очень внимательно анализировал наш 2015 год. Год был очень сложный. И мы с вами об этом говорили, что шли даже на не очень популярные меры. И мы об этом говорили. Неоднократно. В частности, в такой резонансной мере, как отключение в вечернее время, ну, ночное время, если быть более точным, электроэнергии. Да, с целью экономии бюджета, с целью сбалансированности бюджета. Мы этот год заканчиваем, я имею в виду, мы, это городской бюджет, мы заканчиваем без задолженности. Мы никому не должны. И вместе с тем, рассчитавшись с долгами, мы очень много и сделали, и построили. Я думаю, что ваши следующие вопросы будут более детальны на эту тему. Естественно, да. Поэтому я считаю, что 2016 год для горожан удачный. Так в чем плюсовал Брест в году уходящем? Конкретно вот, Александр Степанович. Я знаю, что бизнес любит, чтобы о нем молчали, в принципе. Деньги любят счет, бизнес любит, чтобы молчали, любит тишину. Но все-таки в чем плюсовал город Брест в этом году? Ну, во-первых, давайте не будем здесь строить иллюзии, что город Брест является каким-то исключением. Да, мы находимся в сложной системе макроэкономических отношений, глобальных экономических вызовов. Это абсолютно так. И те негативные воздействия, которые есть на экономику города по разным векторам силы, они абсолютно, они есть. И, к сожалению, тенденции такие, что мы не можем однозначно сказать, что это уже мы вышли с этой точки. Но мы однозначно плюсовали. Плюсовали по факту, повторюсь, опять же, структуры нашей промышленности. Плюсовали по факту того, что город Брест есть Брест. Вы понимаете, все равно любой думающий инвестор прекрасно понимает, что вложение в город Брест – это вложение в будущее. Город Брест, он априори город перспективный. Он априори город, который будет развиваться. Он всегда будет городом, ну, в прямом смысле, городом развития. Городом будущего. Городом будущего. Поэтому мы неплохо, опять же, плюсовали и в вопросах инвестиционной деятельности. Мы неплохо завершили, завершили очень многие наши долгострои. И мы сделали неплохой задел на будущее. На будущее в контексте нашей замечательной юбилейной даты, которую будем скоро праздновать. Вы практически начали ответы на мой следующий вопрос. Мы, все люди, интегрированы в мировое пространство. Поэтому вполне естественно, что внешние ситуации отражаются и на нашей стране, и на Бресте, на Брещене в том числе. Белорусской экономике нужно жить и развиваться. Нужно искать партнеров. Нужно наслаживать какие новые контакты. Насколько успешен и удачен в этом направлении Брест? Вот на ваш взгляд. Я бы отвечал на ваш вопрос очень коротко. Нам надо диверсифицировать свой экспорт. Сугубо ориентация на одну из стран, пусть очень перспективную, я имею в виду Российскую Федерацию, это очевидно, это правильно, и те задачи, которые мы сейчас решаем на российском рынке, они, конечно, задачи дальнейшего внедрения в регионы, вхождения в регионы. Мы многое сделали в этом году. У нас появился новый регион, очень перспективный, Удмуртия, Ижевск. Поэтому я скажу честно, я просто по-хорошему восхищаюсь теми темпами развития торговли с этим очень, между прочим, богатым регионом Российской Федерации. Стоит задача, поставленная губернатором, главой государства, максимальная диверсификация нашего экспорта. То, что мы приросли на рынке ЕС, то, что мы работаем сейчас странами, может быть, скорее всего, экзотичными. Непривычными для нас. Непривычными, да. То, что, по сути дела, даже экспорту доносит пока такой прецедентный характер, то есть, ну, может быть, сумма экспорта, ну, пару десятков тысяч долларов и так далее, это здорово, это задел на будущее. Если мы привяжемся к одному партнеру, мы будем, первое, зависимы. Во-вторых, мы будем зависимы от тех рисков, которые подвергается их экономика, тем более печальный опыт последних лет об этом говорит. И мы не сможем выполнять функцию государства, которое балансирует на определенных геополитических процессах. Именно такую задачу стоит глава государства. Поэтому в этом году мы вошли в африканские страны, в Латинскую Америку. Поставки в Китай, это уже стали, в принципе, абсолютно очевидными поставками. И это, я считаю, очень здорово. Здорово. Вместе с тем, давайте признаем, что все равно подавляющее большинство нашей продукции, это неплохо, уходит в Российскую Федерацию. Где-то по городу Бресту около 78-79% мы торгуем с Российской Федерацией. Все остальное, вот эти оставшиеся 20%, это Европа, Украина в том числе и так далее. Очень хорошо, что в этом году восстанавливается украинский рынок. Вот те сложные процессы, которые происходили, но и происходят сейчас в этой стране, они очень негативно повлияли на экспорт в прошлом году. В этом году идет восстановление. Хочу заметить, что в лучшие времена мы с Украиной торговали порядка 15-17% в общем объеме экспорта. Поэтому задача в этом году выполнялась. Может быть не такими темпами, как хотелось бы, но тенденция хорошая. А чего не хватает для предприятий, для руководства предприятий? Или всего хватает? Если бы был простой ответ на этот вопрос, то кто-то бы уже знал этот ответ, дано бы и решил бы. Но то, что Савушкин продукт имеет специальную сертификацию для поставки Европы, это высшая планка. Вы понимаете? Это просто высшая планка, и я понимаю, как сложно это получить. Поэтому здесь много вопросов в вашем вопросе. Не хватает, может быть, где-то нашей напористости еще. Не хватает вот такой жилки, понимаете? Где-то просто мы, даже наши работники предприятий, привыкли просто сидеть и делить квоты. Тормозят. Немножко, да? Ну, немножко надо соответствовать духу времени, надо уметь себя продать. Ведь зачастую хорошее предприятие, хорошая продукция, а себя преподнести не могут, понимаете? Себя не могут представить должным образом и так далее. Эта тема очень сложная, тема отдельного разговора. Почему в Бресте выжили одни предприятия? Почему Брест стал чуть не морской столицей, да? А почему некоторые предприятия, которые считались, ну, просто уже, ну, суперпредприятиями, я имею в виду, ну, те же ковры, предположим, да, находятся в сложном положении? Тут много слагаемых факторов, в том числе и кадровых факторов. И я задавала вопрос, чего не хватает. Ну, наверное, есть достаточно успешные, сильные предприятия и руководители, которых вы хотели бы сказать отдельно в новогодней итоговой программе. Вы знаете, я хочу сказать особые слова благодарности нашим локомотивам, локомотивам нашей экономики. Их много. Их много. И, наверное, даже можно судить даже не по их удельному весу, а просто по их динамике развития. И они всем известны. Но я хотел бы все-таки искать огромное спасибо. Именно они платят налоги. Именно они дают людям возможность заработать. Именно они показывают высокую планку вообще производства нашего городского. Это Савушкин продукт. Всеми любимый, известный. Всеми любимый, да. Ну, это на самом деле так. На самом деле четверть промышленного производства Савушкин продукт. Это Санта. Это Брестский мясокомбинат. Это такие, может быть, чуть меньше предприятия, но они не менее для нашего города значимы. Термобрест. Это очень интересное, между прочим, предприятие Стим. Очень интересное предприятие Стим. Оно вообще уникальное, по сути дела, на постсоветском пространстве. И оно уникально даже в Европе. Оно входит в пятерку вообще мировых производителей определенных видов продукции дорожной разметки. И вот, когда на этом предприятии посмотришь, как там работают люди, как там идут в ногу со временем, а более того, формируют это время, то есть формируют эту планку, просто гордость берет вообще за наш город. Это наша белалка, которая по-прежнему держит марку, да, держит марку и в этом году показывает хорошую экономику. По большому счету, я хочу сказать, что неплохо начал работать ламповый завод. Да, и об этом неоднократно говорится. При всех моментах, при всех оговорках и так далее, ламповый завод, я надеюсь, уже вышел с точки своего падения и устойчиво набирает обороты. Да, там много вопросов, там очень много вопросов, но неплохо. И даже то, что мы сейчас видим по коврам Бреста, я говорил в начале нашей беседы, с учетом их экономического сейчас состояния, с учетом то, что в отношении их определенные меры, принятые по санации производства, они работают неплохо, особенно на экспорт. Есть здесь успехи. Если говорить об аутсайдерах, вот какие предприятия для Бреста являются головной болью власти в том числе? Конечно, здесь их несколько. Это завод бытовой химии, здесь печальная история. Завод находится в частной собственности, завод очень перспективный по тому виду продукции, которую он производит. Но там много факторов, которые не позволяют ему расправить крылья. Это большая проблема. Это, к сожалению, Сельмаш. Там тоже есть много вопросов. И в течение года эти предприятия работали с неподданным режимом занятости. Ну и, конечно, БЭМС. По БЭМСу здесь, может быть, не так печально, как особенно по заводу бытовой химии. Но тоже самое постоянное, вот эта проблема, постоянное вот такое вот нахождение на фазе банкрот, не банкрот. Балансирование. Да, балансирование. Поэтому есть большие проблемы. Где-то, конечно, наши швейники в силу различных причин. Кто-то уходит с рынка. Кто-то получает ситуацию, когда невозможно работать. То есть здесь настолько сложно искать причины в состоянии экономики тех или иных предприятий, что, наверное, каким-то одним ответом не скажешь. Но мы продолжаем верить и в завод бытовой химии, и в Сельмаш. Ну, даже ту же фабрику сувениров «Славянка». Как-то видите, я даже не назвал, да? Да. Ну, я так скажу, понемногу, понемногу что-то получается, что-то не получается, но они выходят вот с этого своего пике. Я думаю, что та рыночная экономика, о которой мы все мечтали или мечтаем сейчас, да, она и предполагает, что всегда будут лидеры, аутсайдеры. Что всегда будет кто-то впереди, кто-то будет не вписываться в конъюнктуру рынка и так далее. К этому надо относиться нормально. Другой вопрос, что задача власти создавать людям альтернативу, альтернативу рабочих мест, альтернативу занятости. Вот это задача власти в том числе. Это уже в целом инвестиционная привлекательность. Здесь ситуация такая. 175 тысяч в городе Бресте в начале года было занято, работало, образно говоря, работало. Было занято во всех сферах жизнедеятельности. На конец года эта цифра уменьшилась практически на 5 тысяч. 170 тысяч. Куда делась 5 тысяч? Это не безработица в том буквальном понимании, которое мы имеем здесь в речи. Это, конечно, работающие пенсионеры, которые приняли решение кто-то уйти уже на пенсию. Вместо их новый работодатель не берет нового работника, сокращает эту должность. Это естественная производная научно-техническая революция, которая продолжается, когда, между прочим, парадокс. Самые невостребованные сейчас у работодателей вакансии – это, знаете, кто? Грузчик. Невостребованные? Ну как? Они не нужны, потому что наступает сейчас такая ситуация, что идет механизация. То есть работодателям эти люди, как правило, не нужны. А вот на рынке труда предложение именно грузчиков, дворников и так далее очень высокое. То есть вот он заявляется на бирже у себя, он может работать только грузчиком и дворником. А на самих предприятиях эти должности сокращаются. За счет того, что есть средства малой механизации, есть средства компьютеризации всех процессов и так далее. Что если мешки уже кладет у нас на том же стиме робот так аккуратно, что, наверное, ни один человек так аккуратненько эти мешки на поддон не положит. Да на том же самушке никакие склады. Поэтому здесь есть парадокс. Поэтому задача наша – инвестиционная привлекательность создания новых рабочих мест за счет создания новых производств. Это то, что ставит нам задачу глава государства и руководства области. Александр Степанович, Тысячелетие Бреста – тема важная и актуальная для всех нас. Вопрос о его подготовке уже решен, правильно? 5 августа нынешнего года президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подписал распоряжение номер 142 о подготовке к празднованию Тысячелетия города Бреста. Как идет подготовка к празднованию такого знаменательного события? Что делается в таком древнем и в таком современном молодом городе Бресте для сохранения и улучшения его облика? Какие значимые мероприятия запланированы? Ведь планов громадье. Одним из итогов 2016 года на самом деле является выход в свет очень двух важнейших концептуальных документов, которые коренным образом повлияют на будущее нашего города. Первый документ – это указ главы государства о продолжении стройки западный обход. Это большая победа горожан, это большая победа органов власти, это на самом деле очень важнейшее событие для нашего города. Ну и второе событие – то, что получилось, учитывая, как мне кажется, особое отношение главы государства к нашему городу. Да, не самая лучшая ситуация в мировой экономике, наверное, и в республике и так далее, но глава государства все-таки пошел на это. Он подписал и поддержал наше предложение принять комплекс мероприятий и, по сути дела, дал отмашку на начало мероприятий по тысячелетию города. И то, что в августе было подписано под данное распоряжение номер 142 – это очень важный документ. И надо рассматривать этот документ очень комплексно. Во-первых, да, в этом распоряжении создан оргкомитет республиканский, заместителем председателя которого я являюсь. Это, конечно, здорово. Да, в этом мероприятии, в этом документе есть 34 пункта, где указаны конкретные объекты, которые будут финансироваться из республиканского бюджета, из консолидированного бюджета области и города. Это здорово. И можно спорить, нужен этот объект, не нужен этот объект, как это, в принципе, делалось в интернет-пространстве. Зачем нам Беларусьбанк входную группу ремонтировать или нет? Зачем этот объект и так далее. Но здесь немножечко вопрос такой, что мы на уровне республики вынесли те объекты, которые, как правило, были начаты, во-первых, за счет республиканского бюджета, и которые финансируются исключительно по инвестиционным программам республиканским. И наша задача – достроить. Ведь губернатор поставил такую задачу – нам достроить то, что уже сделано. Наверное, не надо лезть в новые стройки. И если где-то лезть в новые стройки, то только очень надо серьезно продумать. И то, что мы достроим административное здание, то, что мы достроим театр кукол и так далее. Ну, это, конечно, здорово, это правильно, это победа. Вместе с тем, главное в этом распоряжении не только вот эти 34 пункта, а главное то, что мы благодаря этому смогли развернуть широкую работу со всеми субъектами хозяйствования. Я обратился к руководителям всего города. Ну, давайте так, давайте чисто искать из любви к нашему городу продумаем, что же можем мы сделать для города. Мы сверстали эти предложения. Я вам скажу так, что вот я оптимист. Но даже я в своих оптимистических прогнозах не ожидал такой отдачи от наших руководителей. Вот у меня в руках проект решения Брестского городского исполнительного комитета, где мы свели все предложения субъектов, учреждения субъектов, что они хотят сделать тысячелетию. Не за бюджетные деньги. Видите, вот главная разница – собственные средства, да? То есть их активы. Я вам скажу так, что я был просто по-хорошему удивлен. Вот это все их предложили? Это 215 пунктов. 215 пунктов. Здесь есть такие объекты, что это просто супер. Вы были удивлены? Да, и это, вот это, благодаря, опять же, распоряжению главы государства, благодаря той позиции, которую занимает наш губернатор, отстаивая интересы нашего города. Он, Анатолий Васильевич, понимает, что город Брест – это тоже визитная карточка всей области. То, что тысячелетие бывает раз в год. Раз в тысячу лет. Раз в тысячу лет, да. И я всем другим городам, которые нам, ну, может быть, так, по-доброму заявили, я говорю, ну, не волнуйтесь, будет вам тысячу лет. Когда вырастете, да? Да, особенно там городу Барановичу поможем. Но на данный момент наша задача выполнена. Теперь моя задача, как руководителя города, вместе с прессой, вместе с активными брещанами, вот создать такую атмосферу, где не сделать что-то для города, был бы моментон, понимаете? Вот это очень важно. Я пока не публикую вот это решение, потому что уверен, что после предстоящих наших счетов, последующих встреч с нашими руководителями, может быть, здесь будет 300 пунктов. А может, еще и больше. Да, ну, и может больше. Поэтому это самое главное. Поэтому я считаю, что к тысячелетию нам удалось поднять определенную, в хорошем понимании такую волну, конструктивную волну, которая коренным образом изменит наш город. Какие объекты важны, какие не важны, вероятно, вы хотите спросить, да? Ну, относитесь как хотите, но я считаю, что самым важным объектом для города Бреста – это западный обход. Ну, наверное, это все поддерживают. Те горожане, которые далеки еще от этого, когда он будет построен, они поймут, что мы просто принципиально изменим многие вопросы по организации движения в нашем городе. А те горожане, которые живут за железнодорожными переездами, они просто поймут то, что не могли сделать до этого десятки лет, сделано благодаря главе государства, благодаря губернатору именно к тысячелетию. Потому что, почему я такой сторонник данного, вообще данного проекта? Потому что этот проект не только решает задачу движения с лейтенанта Рябцева в створ улицы Зубачева и выход дальше на Берестевский мост и на Украину, на Варшавский шоссе. Нет. Этот проект решает кардинально одну задачу – это проблемы реческих переездов. Улица Брестских дивизий и улица Дворникова будут связаны с собой прямым движением через очень оригинальное решение. А то, что, конечно, некоторые там собирались уже в этом году поднять такую волну, якобы протеста по поводу отселения, жильцов и так далее, слушайте, но любой город, развивающийся город, развивающийся город, не депрессивный город, он все равно меняет свои границы. Все равно меняется архитектура, все равно он раздвигается, растет, да, и объективно. Конечно, хочется жить в центре города Бреста, в своем домике, иметь свои пару соток, грядочку и так далее. Это вообще здорово, да, и так далее. Но если город развивается, но это объективно на тебя наступает, наступает новая архитектура и так далее. И то, что мы сейчас, конечно, принимаем по улице Поплавского, очень сложная для меня тема. Между прочим, одна из самых сложных встреч по итогам года была встреча с жильцами, проживающими по улице Поплавского. Потому что мне хотелось в этой ситуации сломать их стереотип, что их стереотипы такие, что их выселят куда-то на окраину, что их поселят обязательно в панельку почему-то в южный. То есть вот так вот они думали. Поэтому я уверен, что вот эти люди, которых мы будем переселять, а точнее они сами уже хотят. Уже сейчас все написали заявление, все уже очень даже рады. Очень рады. Можно развивать эту тему дальше, но поверьте, что мы для них подобрали такие замечательные, опять же, земельные участки. Поговорили. Такие варианты, что, ну, наверное, потом будут жалобы, почему мне не первому предоставили эту возможность. И, возможно, конечно, любое переселение, это не есть хорошо для человека, потому что он переживает. Который прикипел уже. Да, вот он привык и так далее. Но интересы города, интересы подавляющего большинства людей заставляют меня делать это. И я очень прошу данных жителей, наверное, они тоже кто-то смотрят эту передачу, но не волноваться. Все будет хорошо. Александр Степанович, вы достаточно часто в нашей беседе упоминаете горожан, мнение горожан, опросы горожан, интернет-пространство, в котором горожане могут высказывать свои мысли, свои пожелания. А вот в подготовке к тысячелетию смогут ли берестейцы, брещане участвовать, предлагать свои какие-то проекты? Быть может, эти проекты станут изюминкой? Ну, скажу так, что всегда общественные инициативы – это очень хорошая вещь. И вот по-хорошему раскачать наших жителей на то, чтобы они предлагали какие-то конкретные предложения, да, или конкретные дела, было бы очень здорово. И по большому счету получается. У нас есть очень много активных людей. Есть другая категория, которая, знаете, великие комментаторы. Это вообще особая тема, да. Мне раньше я первый год работы, я немножко расстраивался. Второй год читал, но не расстраивался. А третий год я уже не читаю и не расстраиваюсь, понимаете. Потому что, ну, легче всего поумничать. Вот поумничать абсолютно в стерильных каких-то непонятных системе координат и так далее. Призываем, обращаемся. Появился новый микрорайон. Давайте мы его как-то назовем. Оформи заявку, обратись, ну, как-то пиши вот тоже, да, на сайт Брестского Вестника, да, своим предложением. Ну, дай заявку. Нет. Ждут пока кто-то, ну, в данной ситуации мы примем решение, и потом они начинаются у них, показывают свой IQ высокое, понимаете. Так не пойдет. Вот такие люди, они носят дезорганизацию в управленческое решение власти. Поэтому есть те люди, которые себя проявили как активисты, как волонтеры. Вот на таких людей мы опираемся. Ну, а то, что здесь общественные инициативы, да, вот важно совмещать с действием власти. Я убедился еще в свое время, когда мы работали главой администрации Московского района, когда мы делали купола вместе. Получилось так, что в конце уже сказали, ой, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Уже все было сделано. Замечательная идея, общественная идея, между прочим, власти, общественности, это парк воинов-интернационалистов. То, что сейчас делает глава администрации Московского района Кравчук Вадим Васильевич, то, что делает Совет директоров Московского района, скоро будет видно уже воочию то, что мы сделаем по парку. Мы его, в принципе, сохраняем таким же аутентичным. Мы сохраняем его именно такую лесопарковую составляющую, но там будет красиво, там будет достойно. То, что у нас эта проблема с этим фонтаном на Советской, ну вот возникла проблема, да, ну, на самом деле, что такое же, 10 лет фонтан закрыт, но лично мне вот как-то даже неловко. Каждый раз вот отводишь глаза, потому что ты знаешь, как это объяснить. И когда иногда гости города говоришь, ну вот недавно мы тут делаем реконструкцию и так далее. И то, что Ленинский район, да, ну, взялся за это дело, взялся за то, чтобы люди неравнодушные предложили свои проекты по данному фонтану, в итоге находят уже теперь какие-то конкретные очертания. И вот буквально на днях мы этот фонтан вернули в собственность города. Теперь он наш, как говорится, мы теперь его никому продавать не собираемся. Сами. Потому что, знаете, как эти все покупатели, они хотят купить фонтан, построить огромное кафе, сделать маленький какой-то фонтанчик, назвать это фонтан с точкой общепита. А должно быть наоборот, понимаете, должно быть просто фонтан. Фонтан и все. Ну, это украшение. Да, и таких, что мы делаем по городскому саду. Это подсказано общественностью города. Это тоже очень большое дело, и оно будет, видите, материализовано в очень хорошем, интересном таком жанре. То есть это не будет копия парка 1 мая, не будет копия парка воинов-интернационалистов. Это будет такой очень интересный, наверное, даже уникальный для Белоруссии такой аутентичный парк, ретро-парк, начало 20 века, ну, вот где-то вот тех времен. И буквально сегодня мы с архитектором разговаривали, чтобы как его наполнить, чтобы это было красиво и интересно. А общественные инициативы, общественные идеи, мы готовы, давайте думать. Мы не знаем, что делать вдоль набережной. Ну, вот аллея фонарей, да, заканчивается тема? Блестящая тема аллеи фонарей. Осталось там буквально 5 точек для фонарей. Ну, мы же не будем доводить идею до абсурда и фонарями заставлять весь город, да? То есть, наверное, уже будет перебор. Есть набережная, новая точка притяжения, там надо какая-то фишка. Ну, какая фишка? Ну, вот спрашиваешь людей, пока все просто молчат, пока вот не знают. Может быть, скамейки, но скамейки мы немножечко опробировали здесь, на Буденного, да? Ну, посмотрим. Вот, пожалуйста, общественные инициативы, давайте вот предлагайте. Предлагайте, мы готовы. Что сделать на набережной? Что сделать, чтобы это было красиво, достойно, и чтобы это нравилось людям? И таких вот вообще точек общественных предложений очень-очень много. Мы прислушиваемся, мы делаем, делаем вместе. Александр Степанович, какие программы, минимум и максимум, городской исполнительной власти предстоит выполнить в 2017 году? Или все-таки это уже во всех ваших ответах были ответы на этот вопрос? Вы знаете, нет, вы очень правильный вопрос задали. Скажу так, что меня волнует в 2017 году. Опять же, то, что намечено, и мы в 2016 году за счет городского бюджета актуализировали всю проектно-осметную документацию, позволит нам начинать строительство. Мы же строим большую школу, школу-сад, детский садик. У нас очень много объектов. Мы строим, начинаем строить очень хороший автовокзал. Все-таки решение поддержано губернатором. По его нахождению он будет в створе улицы Карла Маркса. Не под мостом, не под путепроводом. Он будет прямо в створе Карла Маркса. Будет очень интересный, оригинальный автовокзал. Недорогой, с учетом современных тенденций транспортных потоков и перевозок и так далее. Но больше всего в 2017 год меня волнует Кобринский путепровод. Я эту тему неоднократно уже обсуждал, даже с китайскими нашими партнерами. Понимаете? Что такое выйти на ремонт Кобринского путепровода? Без зрелого, взвешенного проектного решения. Это парализовать весь город. Что такое выйти таким решением на АБУМ? Что получится? Это мы получим год, по сути дела, такого города, где очень-очень сложно будет добраться с одной половинки в другую. Мы пока сейчас в стадии выбора подрядчика на проектирование. Когда мы выберем подрядчика, когда мы опять же привлечем всех экспертов, мы должны выйти на такое взвешенное проектное решение, на такой алгоритм работы по Кобринскому путепроводу, чтобы само перекрытие движения в Кобринском путепроводе заняло минимальное количество времени, чтобы была организована трехсменная работа, ночная работа и так далее. Потому что для меня это очень сложный проект. Очень сложный с учетом всех моментов. Это особенность 2017 года. Ну, а дальнейшее, конечно, особенность 2017 года, мы должны доделать Янки Купалы. Понимаете, мы должны сделать вот этот АДЖД переезда до Партизанского, мы должны сделать этот участок, чтобы он был соразмерен с той частью Янки Купалы, которая идет от Пионерской. У нас в уме, не в уме, а в планах все-таки бульвар Космонатов. Но здесь мы будем немножко балансировать. Потому что если мы войдем во все стройки одномоментно, мы создадим столько неудобств, что люди, наверное, будут не очень довольны. Мы должны сейчас понять, что мы находимся в ситуации, вот знаете, живем в квартире и делаем ремонт. Поэтому мы обречены на то, что будет пыль, мы обречены на то, что будут какие-то неудобства. Но это такое приятное состояние, когда ты знаешь, что ты делаешь ремонт, и когда-то ты, в данной ситуации к тысячелетию, ты получишь хороший, комфортабельный финал. Поэтому, конечно, Янки Купалы. Идет проектирование Партизанского проспекта. Мы тоже видим эту проблему. Нам надо сейчас связать Партизанский проспект, выход на Янки Купалы. И тогда получится такой нормальный вариант. Уже есть проект, практически он уже на экспертизе, и продолжение улицы Пионерской до Красногвардейской, до Евроопта. Правда, учитывая, что там ситуация не такая печальная, мы будем маневрировать финансами, чтобы в данной ситуации и Купальский путепровод, проектирование шло, и подготовительные работы, и там. Поэтому здесь мы будем держать ситуацию на пульсе. Ну и другие объекты, которые будут в 2017 году. Но опять же, я вернусь к Купальскому путепроводу. Но это все 2017 год. Если мы 2017 год эффективно не поработаем, уже потом поздно будет эту работу. Поэтому год задельный. Во многом очень задельный год. Ну, а с другой стороны, знаете, это приятные хлопоты. В начале 2016 года одна из газет написала такую статью, я ее даже вырезал себе. В прямом смысле ножницы вырезал, что в городе Бресте не будет заасфальтирован ни один километр дорог. Я не буду называть это. С точки зрения написана такая громкая, такая вот сенсационная статья. Вот свет повыключали, вот теперь дороги не асфальтируют, депрессия полная. По этому году мы заасфальтировали дорог, наверное, больше, чем за все предыдущие. Я не буду и повторяться, да? Ну да, да. Сколько сделано асфальтированных дорог за счет республиканского бюджета, за счет городского и областных бюджетов. Уже кто помнит сейчас, какая была дорога от ЖД-переезда до улицы Сикорского? Вот уже забыли все. Понимаете, мы уже ездим, уже теперь как будто бы так и должно быть. А к хорошему привлекается. Уже теперь нам бы там надо делать тротуарчик получше, велодорожечку пошли и так далее. Ну да, человек устроен. Это нормальное состояние. Поэтому 2017 год такой. Сиди немножко добавится, но ничего страшного. Александр Степанович, я неоднократно бывала у вас в кабинете и знаю, что из окна мэра елка главная видна. Так давно ощущаете вот это ощущение праздника? И что желаете для себя в новом 2017 году? Я опять же ваш вопрос разобью на два составляющих. Но первое, давайте признаем, и я удовлетворен, что что-то получилось, что в этом году, несмотря на то, что все-таки дождик там или погода не самая лучшая, город Брест к Новому году визуально подготовлен лучше, чем за все предыдущие годы. Шикарно. Ну, шикарно, наверное, это еще пока слишком комплиментарно для нас. Но в июле месяце, июль-август мы уже поставили задачу нашему специализированному предприятию готовиться, рисовать, спорить и так далее. Понимаете, у меня в кабинете пару раз собирали, спорили, что-то, кажется, не получается, что-то не то и так далее. Но то, что мы сейчас имеем по городу Бресту, в принципе, делает нас конкурентоспособными даже на уровне столицы. Красиво. Красиво. Но это, повторюсь, одна сотая часть того новогоднего Бреста, который будет через несколько лет. Мы идем системно. В каком плане? Во-первых, те конструкции новогодние, которые есть, мы их где-то будем переставлять. Ну, ту же карету. Помните, она была? Да, да, конечно. Мы наращиваем новые объекты. Эти объекты мы не будем в конце года, извините, списывать и на Новый год лепить опять что-то новое. Это все то, что будет дальше. Мы идем системно с подсветкой домов. Те дома, которые есть по Московской, по Машерова, подсвечены уже в этом году. Те два дома, которые мы посвятили на площади Ленина, это начало большого пути. Это не новогодняя подсветка. Это иллюминация. Это городская вечерняя иллюминация, которая должна соответствовать понятию динамично развивающегося город Бреста. А то, что новогодняя, такой антураж у нас в городе хороший, елка в своем окне, на самом деле, видна, конечно, не полностью, но видна. Оно здорово, нормально и, между прочим, удивительно, но я предполагал, что люди наши любят так Новый год и новогодний антураж, но я не предполагал, что столько благодарностей от горожан, органы власти, наши коммунальные службы получат именно за новогоднее оформление. Но, повторюсь, это тему, которую мы будем продолжать и сопровождать всегда. Вот сейчас, вроде, несколько дней до Нового года, да, идет наша запись передачи, но даже те, кто здесь присутствует в этой аудитории, записывая меня, они не понимают, что еще впереди еще несколько сюрпризов, именно новогоднее оформление, иллюминации и так далее. Это одна слагаемая, одна составляющая нашего успеха. Ну, а в целом, повторюсь, что от Нового года мы ждем, мы, брещане, органы власти города Бреста ждут продолжения, этой динамики развития. Вот ждут вот того, что чудес мы не ждем, надо работать, понимаете. Ждем того, что мы прошли уже точку вот этого определенного, конечно, такого падения, и дальше-дальше движемся вперед. Оснований для этого более чем достаточно. Трудолюбивые иллюзии, огромные, кажется, составляющие наших предприятий. Так что все будет хорошо. Александр Степанович, вы не ответили на вторую составляющую моего вопроса. Что лично для себя желаете в новом 2017 году, для себя, для своей семьи? Я так скажу, здесь опять же ваш вопрос на два подвопроса. Лично для себя я хотел бы пожелать понимания подавляющего большинства горожан, что мы делаем только на благо города Бреста. Я хотел бы быть более прозрачным для людей, чтобы они не строили какие-то стереотипы в отношении чиновников, которые там, я не знаю, кто их там вдолбливает и так далее. На то, что власть города, власть области – это такие же люди, понимаете? И задача у нас одна общая – двигать город вперед. Я хотел бы вот этого понимания. Это очень важно. Что для этого делать надо, я не знаю. Но я стараюсь быть абсолютно прозрачным, да, абсолютно открытым. Вот у меня страничка даже в «Одноклассниках» есть. Пишите, ради бога, я готов отвечать и так далее. Между прочим, в этом году написал один из товарищей. Вот у меня во дворе там мусорный контейнер, так, в «Одноклассники» написал. Отреагировали еще быстрее, чем на Твиттер Дональда Трампа. Так что все нормально. Это первое. Ну, а то, что, конечно, как человек, тоже семья, дети и так далее. Я хотел бы, чтобы у меня в семье тоже были хорошие, замечательные события. Чтобы живы были мои родители, здоровы были родители. Чтобы были здоровы родные и близкие. Чего я желаю всем вещам. Спасибо за интервью. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»